Решите систему уравнений. Как обычно перед просмотром, попробуйте решить эту задачу самостоятельно. Эту систему можно решать по-разному. Например, можно сразу выразить какую-нибудь одну переменную из второго уравнения и подставить ее в первое уравнение. Но мы пойдем другим, более быстрым путем. Распишем вначале разность кубов в левой части первого уравнения по готовой формуле. То есть разность кубов двух чисел мы заменим на произведение их разности и их неполного квадрата суммы. x в квадрате плюс xy плюс y в квадрате. Все это должно быть равно 7. А второе уравнение пока перепишем. Теперь разность x минус y можно заменить из второго уравнения на единицу. То есть в левой части первого уравнения у нас останется только неполный квадрат суммы переменных xy. x в квадрате плюс xy плюс y в квадрате равно 7. Второе уравнение еще раз перепишем. Теперь попробуем еще раз заменить x минус y на единицу в первом уравнении. Для этого в левой части этого первого уравнения выделим полный квадрат. А точнее квадрат разности x и y. Для квадрата разности в левой части первого уравнения нам не хватает удвоенного произведения переменных x и y. Поэтому мы из левой части вычтем 2xy. Но чтобы ничего не изменилось прибавим 2xy. Да еще один xy у нас остается. И все это равно 7. Второе уравнение переписываем. Но действительно, если мы сейчас приведем подобные слагаемые, то минус 2xy плюс 2xy даст нам 0. И у нас останется то, что было раньше. И теперь первые три слагаемых в левой части первого уравнения дают нужный нам квадрат разности. То есть в результате мы получим x минус y в квадрате плюс, приводим подобные слагаемые, получаем 3xy и все это равно 7. Второе уравнение переписываем. И снова x минус y можно заменить на единицу из второго уравнения. То есть x минус y заменяем на единицу. Единица в квадрате будет единица и сразу переносим эту единицу в правую часть со знаком минус. Тогда первое уравнение будет иметь вид 3xy равно 6. Второе уравнение переписываем. Делим обе части первого уравнения на 3, получаем x умножить на y равно 2. А из второго уравнения выразим одну из переменных. Например, выразим x. Тогда x будет равен y плюс единица. Подставляем вместо переменной x, y плюс 1 в первое уравнение. Получаем y плюс единица умножить на y равно 2. Второе переписываем. Раскрываем скобки в первом уравнении и переносим все в левую часть. В результате получаем квадратное уравнение y в квадрате плюс y минус 2. И все это равно 0. Второе переписываем. Решая первое уравнение, получаем два корня. Или y равен минус 2, или y равен единице. Второе уравнение переписываем. Последняя система будет равносильна совокупности двух систем. То есть у нас будет два случая. Подставляем первое значение переменной y. В последнее уравнение нашей системы находим значение переменной x. То есть x будет равен минус единице. А y при этом должен быть равен минус 2. Или вторая система. Подставляем второе значение y в последнее уравнение системы. Находим x. x должен быть равен 2. А y, который мы подставляли, должен быть равен единице. Пишем ответ. Система имеет две пары решений. x равен минус единице. y при этом равен минус 2. или x равен 2, а y при этом равен единице. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии. И не забудьте подписаться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok